Впервые со времен СССР в России спустили на воду военный ледокол. Дизель-электрический ледокол Илья Муромец готовится к ходовым испытаниям. Судно было заложено 23 апреля 2015 года и уже сейчас, то есть спустя чуть более года, спущено на воду. Суда такого класса для отечественного военно-морского флота не строились больше 40 лет. О том, что скрывается за сухим названием проект 21180, Евгений Карпов. Длина ледокола более 80 метров, ширина 20, водоизмещение 6000 тонн, скорость до 15 узлов. Это почти 30 километров в час. Он способен преодолевать толщину льда до полутора метров. Поистине богатырские характеристики для дизель-электрического ледокола. Заложили их и обосновали возможность воплощения корабела Нижегородского КБ «Вымпел». Это их собственная разработка, от чертежей до модельных экспериментов. Испытания проходили в два этапа. На абсолютно тихой воде, затем с применением моделирования волн. Проверка показала, судно может выдержать шторм в 6 баллов. Это высота 5-метровой волны. Модель судна себя показала положительно и удовлетворяла всем необходимым требованиям. Поэтому доработки не проходили, забрызгания, заливаемости не было на волнении. Заказчиком судна выступало Министерство обороны России. Поэтому, когда проектировался этот корабль, в него закладывались характеристики ледокола даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. На Илье-Мурмце установлены уникальные движители. Винторулевая колонка позволяет ледоколу ходить не только взад и вперед, но при необходимости двигаться по морю и боком. Такие типы движителей установлены впервые на судах ледокольного типа. И что отрадно, разработка отечественная. Помимо прямой обязанности ледокола, он способен выполнять функции буксира, заниматься снабжением баз в арктической зоне, оказывать помощь при локализации разливов нефтепродуктов и тушении пожаров. Но в первую очередь это военное судно. Помимо экипажа на судне может быть размещено до 50 человек. Хоть научная экспедиция, хоть спецназ. В носовой конечности предусмотрена возможность приема вертолета. Установлен многолучевой комплекс на базе многолучевого холота, позволяющий исследовать глубины до 1000 метров. В итоге у Ильи Муромца множество сильных сторон. Как это и положено богатырю, и служба ему найдется. Есть правительственная программа по развитию северно-морского пути. Это не только российская проблема, но и мировая проблема. Но естественно без ледоколов там делать нечего. В КБ надеются, что создадут ледоколы с именами всех былинных богатырей. Пока же нижегородские инженеры-проектировщики занимаются созданием самого мощного, не атомного ледокола в мире. Виктор Черномырдин. Евгений Карпов, Александр Коротин, Галина Терехова. Вести при Волжье.